Маргарита Симоняна опубликовала имена 65 украинских военнопленных, которые якобы, якобы, погибли при подбитии самолета Ил-76 этой мутной и лживой, безусловной, истории. И тут оказалось, что часть ребят наших воинов, которые указаны в этих списках, они уже давно обменены. И, друзья, некоторые люди отреагировали на эту провокацию в целом и стали публиковать информацию. Но еще вчера Главное управление разведки Украины, наш ГУР, дали короткую, но точную информацию по поводу сложившейся ситуации. И совершенно очевидно, что это провокация Российской Федерации и на нее реагировать не стоит. И тем более распространять фейки. Я, безусловно, пользуюсь в данном случае только официальными источниками, поэтому публикую только это. Говоря про Маргариту Симоньян, у меня есть несколько роликов, связанных с ней. Вы знаете, как я ее называю, если вы смотрели мои предыдущие ролики про нее. И не хочется ругаться в эфире, безусловно, но думаю, что вы понимаете. Так вот, говоря про Маргариту Симоньян, я хочу сказать, что, безусловно, она человек без рода и без племени. Но об этом немножко позже. Друзья, совершенно очевидно, что эта ситуация, которая возникла с ИЛ-76, это провокация Российской Федерации, провокация Кремля. И для этой провокации у них несколько могут быть причин. Они, их реально много может быть. Всех перечислять, безусловно, я не буду, но учитывая, что творит, в хорошем смысле этого слова, украинские силы обороны, те успехи, которые есть у нас. И когда-то многим казалось немыслимо, что война, с которой пришла Российская Федерация в Украину, что она может перенестись на территорию Российской Федерации. И многие эксперты говорили об этом, что это необходимо сделать, иначе войну не выиграть. И вот на сегодняшний день мы с вами видим, как уже долгие месяцы война переходит все больше и больше на территорию Российской Федерации. И, конечно, варварский рашистский народ, который поддерживает эту войну, он уже спит неспокойно. Я говорю про тех россиян, которые поддерживают эту кровожадную войну, и поддерживали Путина и Кремль на уничтожение украинцев и Украины как таковой. Так вот, друзья, провокация, безусловно, устроена Силом-76, устроена по нескольким причинам. И те успехи, которые есть у Силы обороны Украины, они не дают покоя Российской Федерации. И, учитывая, что через полтора месяца Российскую Федерацию ждут выборы, они придумывают все более и более кровожадные провокации. Поэтому скоро мы с вами узнаем достоверную информацию, связанную с этим самолетом. Но в любом случае, что бы там ни произошло, наш Генштаб и наши Силы обороны Украины в данном случае на высоте. И, конечно, есть один большой успех, что Ил-76 сбитый. И учитывая, что еще неделю назад, мы помним с вами эти легендарные победы, когда наши военно-воздушные силы украинские сбили А-50 и Ил-22, и я думаю, что не случайно, что именно сейчас, спустя несколько дней, в результате происходит подбитие Ила-76. И совершенно очевидная провокация, информация исходит только из Российской Федерации, ну а когда публикует список «Человек без рода и без племени» Маргарита Симонян, то тут, в общем, все шито белыми нитками. И та попытка созвать заседание ООН, она, конечно, смешна. И все эти методы Российской Федерации, все их провокации, давно уже, безусловно, известны всему миру. Поэтому, ну, в общем, с минуты на минуту это заседание начнется. Ну, я думаю, что это исключительно формальность будет. Но те успехи, которые делает Российская Армия и Российская Украинская Армия и наши украинские силы обороны, это, конечно, беспрецедентно. Поэтому большой респект силам обороны Украины, ЗСУ. И я хочу сказать, друзья, что Маргарита Симоняна позиционирует себя и представляет себя как российскую армянку. Но я хочу сказать, что ничего армянского в ней нет, кроме того, что она носит армянскую фамилию. И, конечно, она не заслуживает даже памяти своих предков. И тем, кто не в курсе, я как армянин, я как армянин вам говорю, что в самой Армении на официальном государственном уровне Маргарита Симонян является персоной нон-грата и ее не впускают на ее родину предков. Поэтому, друзья, Маргарита Симонян относится к той категории, эту категорию я называю черти, бесы и слуги дьявола. Это люди, которые поддерживают эту кровожадную войну. Это люди, которые начали эту кровожадную войну. Это люди, которые живут за счет этой войны. Это люди, которые наполняют свои холодильники, свои продуктами и едой, и деньгами свои карманы благодаря погибшим украинцам. Чем больше происходит эта война, эта агрессия Российской Федерации, чем богаче становятся Маргарита Симонян и ежесними. Поэтому, друзья, эта категория, это черти, это бесы, это слуги дьявола. Вот кто такая Маргарита Симонян. И к нашему великому армянскому народу она, безусловно, отношений не имеет, кроме того, что носит похожую фамилию. Поэтому, друзья, силам обороны Украины большой респект. Большой респект. И слава Создателю, что мы с вами живы и здоровы. И я уверен, что наши ребята, наши военно-пленные украинские, они живы и здоровы, и скоро эта ситуация разрешится. А на данный момент не подаемся на провокацию, и уж тем более не перепубликовываем и не распространяем фейковую информацию, которая исходит исключительно только из Рашистской Федерации. И эта провокация, подготовленная, она, знаете, она шита белыми нитками. Это же очевидно. Поэтому, друзья, таких историй и провокаций в ближайшие две недели, как говорят наши военные эксперты, будет очень много. И будут в том числе и беспрецедентные провокации. Так что готовьтесь, будьте осторожны, будьте аккуратны. И будь мой орач, друзья. Орач и только орач. И кап и меч. А я Санвел, украинский армянин, и я представляю информационное агентство КАП. Я также представляю интернет-телевидение под названием КАП-ЮА-АЭМ. Это украино-армянское интернет-телевидение. КАП-ЮА-АЭМ. Поэтому, друзья, подписывайтесь на наш YouTube, подписывайтесь на наш Telegram-канал, на наш Instagram, и в целом на все пять информационных площадок, на которых мы публикуемся. И, друзья, вы можете донатом поддержать наше интернет-телевидение, которое существует уже больше года, и оно развивается, и в ближайшее время мы готовим новые темы, и новые форматы, такие как интервью, создание благотворительного фонда и много разных других тематик. Поэтому, если у вас есть желание поддержать донатом развитие нашего интернет-телевидения, нашего канала, а наш канал на данный момент пока не монетизирован, и все, что мы делаем больше года, мы делаем на свои собственные средства. Если вам нравится то, что мы делаем, вы можете поддержать донатом, и поэтому номер карточки я опубликую в описании этого видео и в комментариях. Будьте щедры, у кого есть такое желание, кто готов нас поддерживать. Поэтому еще раз будь мой орач, орачий только орач, и капи меч.